На тот берег? О! Нормальное кино начинается. А он думал, что на БРДМе, да? Или что? Он говорит, что я не хочу. А он же не видел, видно, Валера на видео не видел. Тихо. И Макс готовит Леню к погружению. Не, надо за дерево там зацепить. Да за гран-чероки, не бойся, он тяжелый. Да не, ну это близко. Давай, это близко, 28 метров. Давай, давай. Это близко. Ты что, вообще какой день сегодня прекрасный. Сегодня, блин, умеется. Руль влево до конца и полный газ. Назад только, а не вперед. Блин, вот это неожиданный поворот, я вам скажу, друзья. А что же будет чистого? Да не, ну до того берега. Держите его тянуть, если что, сразу. Так, пошли ближе, надо ближе к нему идти, чтобы ему не было так страшно. Еще. Еще. Колеса еще не утонули. Давай еще не там. До порога не доехал, до порога хоть погрузить. Как нас так делали? Динамичней. Ого, 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 ого. Теперь подбегаем и толкаем все вместе. Лень, ты к барже? Все, вперед! Какой-то слабый экшен сегодня. А, это вы лебедку просто смотать хотели? Да, на мокрую, чтобы не села скрепно. Лень, штурман баржи смотрит для тебя так, не понимает. В недоумении, да? Говорит, что он может глубже. Конкурент поменять, да? Леня, можешь его подрезать? За него залебедиться, заехать на него. Слышишь? А если сейчас трос? Сейчас он этот трос стянет. Макс, куда он меня тянет? Да, подожди, потому что там у тебя же коробка сломает. А, не сломает. У меня на гарантии. Да, экшен сорвался. Все равно хорошая попытка была. Леня просто сматывал лебедку. Макс, а ты знал, да, изначально, что? Нет? Это он просто нас запутал. Он говорит, что типа сильно длинная веревка, я утонул. Видишь, как нас притыкнули. Да? Или иди, Валера утонул. Точно. Это же они. Я их узнал. Смотри. Вот, да. Прощайте. И так вроде все, как будто она остановилась. Остановился, да. А он тонет уже. Охренеть, вообще. Я не резко, видишь, а потихонечку. Так подожди, он через пассажирскую вылез? Да, да, через пассажирскую. Он уже ломанулся. Охренеть, вообще. Получается, горизонт лилии. Да, да. Да, до лилии можешь спокойно гонять, Леня. Леня не успокаивается на достигнутом. Осторожно, там рыба. Макс, лобовое просто. Ну, как она едет? Что с газом, нормально? Да. Стабилизировалась? Да. Стабилизировалась. Да? Свечи, можно такие, провода, да? Лучше с новыми проводами, свечами? Ну, да. Не, ну и... Автоматик. Свежепочиненный. Я сейчас... Вон, видишь, как раздатка двигается. Я зажал глаз, чтобы... Чтобы экономить было. Давай за Луазом, за Луазом. Ого, так она нормально валит, я тебе скажу. В-8. На 600 кубиков все... Нет, да? Да, направо где-то, может. Да, он за Луазом едет, он тут все дороги знает. Фу, блин, это он так воняет? Да. Да? Что-то он нас путает, дорогу давил? Ага. Заметает. Заметает, да. Посмотри, как валит, блин, как В-8. Да, что-то дымит, он не по-детски. Так, все, пока едем за ризой. Доехали, а ты бы есть тут? А ты бы, да, учел. Это на бензине сейчас? На пониженной? Ого, стартует. О, да, этот человек. О, здесь в законе. Так, шестерка, как у дедушки, только цвет другой. Давай! Сейчас приедет банда запорожцев к нам. Еще. В общем, такой день насыщенный получился. Хотя начало было. Давай вон магазин какой-то, сельфо он есть. Сельфо поедем. АТБ с другой стороны. В-8 за поедем. Это маньяк за рулем. Больше, наверное, было даже 90-х. Здесь половина тысяча оборотов. Да? А сколько тут понижения? Один к двум всего, да? Да. Она за счет мотора, да, хватает, получается. Мотора и коробки. Ну да, и коробка ж. Компенсирует все недочеты. Ну и мосты, редуктора. А какая передаточная главной пары? Уже вторая, вот уже третья включилась. Да? Ага. Ну сейчас, сейчас мы сюда повернем поедем. Передаточные 4, там, нет, 3, 390. А, скоростные, короче, более-менее. Какие у тебя педали модные? Не, ну, V8. Классный. Так, подожди, а мы сейчас на заднем приводе? Нет, на полном. Нет, не включаем. А, всегда полный. А, всегда полный, на повышенной? Фулл тайм, да? Да, а вот этот типа включить-выключить, блокировку. А, и все, да? Да. Все просто, в общем. О, на ТБ, видишь? Так, друзья, что-то туча идет серьезная. Мы тут немножко покушали, еду купили. Едет, едет серьезный коллектив. Луас их привез. Ёлки-палки, они нас преследуют. Особенно меня. Дрифтят. Ох, как валят. Вот это экшен. Охренеть, опять внедорожники все мира тут здесь собрались сегодня. Вот это сюжет, да? Это просто фантастика. Вот это поворот. Ты такое видел когда-нибудь? Я их привел. Ах, это... Спасибо, друг. Да. Это я тебе во Львове так предлагал сделать. Да когда ты мне предлагал? Мы с печкой ехали. Я говорю, давай купим генератор, быстренько на кронштейны поставим и поедем. А, ну там кронштейны просто к этому прикручиваются. Да, да. А он по заводу не так стоит? Да, нет, он вот он. Он вот здесь, Саня. Да? Вот там внутри генератор. Да? У тебя же азон стоит. Да. А что он так бензином воняет? Полный бак. Сколько тебе расходов на азоне? Фархоп харьковский, смотри, оригинальный. Я же говорю, что азон... Видишь? Саня в девяностые продавал их на перо. Твой тезка, да. Кого? Фархопы. А он... А, знаешь, где фархоп заканчивается по длине? Смотри. Где-то вот здесь. Да ладно. Да я тебе говорю, вот он длинный вот такой. Я помню просто. Да. Самый перо. А какой пробег? Это тот же 5 километров? 5 тысяч, который пробег? 5 тысяч пробег. Серьезно? Йохан. Да, 5 тысяч пробег. Так поехали в карьер. Посмотри, тупо новую вообще. 5 тысяч пробег. Да у тебя... Саня, а у тебя вообще уже шлак? У меня шлак. У меня 450 тысяч. 450? А у тебя? Это Волга у тебя. А, у тебя новая. Ну их немножко не хватает. У меня тоже Волга. 37 тысяч? А, у тебя тоже новая. То я со своей перепутал. Такое время это будет 37 тысяч миль. А все равно. У меня на втором круге 67... 87 тысяч миль, наверное. А багажник, посмотри, какой красивый вообще. Так вы там хоть заезжали куда-то? Есть хоть видео какое-то? Ну, нет. Я только на видео увидел, что вы были на Толокуне. У меня там один раз вытягивали, а по второму болоту там легко она бегала. Я пришел. Да, машина мечты, блин. О, кстати, да, интересно. Не, на полном приводе. Она легкая, Макс. Она едет на... В последний раз на Толокуне включая полный привод. А здесь только что? Ну, немножко зарывалась. Не, сейчас не включаю. Не включаю? Ты понял, что значит вес? Колесик. А взвешивали сколько весит? Не знаете? Он на 50. Друзья, это первый внедорожник в мире. Не все может видели. На нашем YouTube-канале он есть. Здрасте. Это мы потом. На канале... Да, открывайте. Это вообще шикарный аппарат. Единственное, не родного, только мотор. Вот эту колонку. Остальное. Друлевая колонна. А, вот она маленькая. Никто ей не сказал, не подсказал. Да. Мы хотели новую, не реставрировали. Ну, в Запоре не так, наверное. Не, ну так правильно, что отреставрировали. Отец говорил, волынянка. Не-не-не, там не так. Там же вал выходит, сошка вот здесь выходит у волынянки. Тут я даже такую никогда не видел. Я тоже. Это Виллис, друзья. 42-й год. Практически оригинал. А тормоза родные тоже, типа, кулаки, мосты. Посмотрите, какое... Все маленькое, компактное, узенькое. Колеса близко. Огонь. Просто фантастика это. Все внедорожники, все разные. Смотрите, сегодня Патрол, Шевроле Нива. Виллис. Ох, как красивый какой пейзажик. Луас. Паджеро 2. Самурай. Тойота 70-ка. Вранглер. Рубикон. Гранд Чироки. Дискавери. В общем, полный, да, такого... И не договариваясь, это не случайно. Так просто получилось. Просто фантастика. Я читал, что вы собираетесь в Африку, но я не знал, что такое Африка. Да, что... А, вы думали, что мы туда, на юг? Единственный повтор, только вот две машины. Сейчас бы уже глумились. Ох, блин. Снежинка. Слышу, у него даже антенна, чтобы его видно в пустыне было. Ты видишь, что творит? Осторожно, он нас сейчас задавит, он нас задавит. Тихаем, тихаем, тихаем. Чтоб мы хоть выехали, сильно не копай. Блин, ну, Запорожца, конечно, проходимость... У него развесовка правильная. Да, да, пять тысяч километров пробег на этой машине. Что, заедет на берег? Все, есть контакты. Ровно руль, ровно руль. Не крути рулем, ровно поставь. Осторожно, стой, стой, стой. Ты шо? Не хватает чуть-чуть полного привода. Какие-то залупазы сделали? Да. Все вы его откопали. Степник возле трусковца залупазов был изобретен. Хозяева построили, да? Да, да. Ну, как построили? Ну, да, так. Жалко, жалко, ебло. Шо, ты охлаждение включил? Нет. Тут хозяев Запорожцев нету, рядом. Можно они дот рассказывать. Да, да. Хотите продать Запорожец в два раза дороже? Да. Наполните его бак бензином. Издеваются, глумятся над запорожцами. У меня три запорожца. Да шо, чуть не застрял, тебя не было. Карбюратор можешь подрегулировать? Макс был карбюраторщиком в детстве. КОНЕЦ блин ездит не хочет вы видели такое просто просто задний привод а что там за шины все парковка так что-то капать таки начинает сейчас на арену на арену виллис выходит на заднем блин вот он смотрится да так а развешан ты видишь как он сделан как ты видишь как он развешан так на заднем приводы постри он тупо ездит вообще ты вешал водитель смещен назад развешана как машина правильно тоже для на заднем приводе охренеть ты понял интересно в карьере как бы он ехал поехали да сейчас этот день брдм был сегодня запорожцы виллис и это фантастика вообще тут а фроуд крифест отдыхает даже да с этим ассортиментом по сравнению с нашим сегодняшним твой час слышим мягко как работает да так четко вообще то не интересно 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 поехали в карьер заедем интересно вот как он в карьере там просто песок вот рядом здесь а что передний не работает а надо откручивать ну да интересно было бы просто современные внедорожники из-за большого веса ну да давайте так все редеют наши ряды ассортимент автомобилей чуть уменьшился но шо там вы все банда у луазиста течет люк из-за этого пока классные аппараты быстро приехали покатались и уехали а не застрял а не там толкнули даже пока в дрифте это жестко не это жестко и Продолжение следует...